Пахнет просто зверски. Теперь новый напиток бомжей. Хозяин, что ты ешь? Гаражик, лимоненький, муа, прямо ммм. Всем привет! Это канал Прокушев Ест. Кажется, я в прошлом выпуске сказал завали едальник. Ну, неважно, это одно и то же. Прокушев Ест, потому что я Прокушев, я ем, так сегодня я пью. Короче, шутка стандартная. Пивная суббота. Будем здоровы. Ставьте лайки. Ставьте лайки сразу, потом если что снимите. И комментарий оставляйте на канал, подписывайтесь. И сразу же, чтобы всех отпугнуть к чертовой матери, спасибо моим топовым бустерам. Деду Антону Мангелеву, Юлию Соколову, Павлу Петрову, Архману Владиславу Александровичу, Жене Моменко, Александру Ге, Александру Ша, просто Александру Ермолаю и Денису Мозговому. Все. О чем сегодня речь? Сегодня речь о напитке, который называется Гарит. Вы, наверное, на обложке подумали, о, Василий опять гаражи хлещет. Нет, гаражи Василий не хлещет. Это напиток Гарит, изготовленный пивоваренной компанией Балтика. И почему-то они вместо гаража стали делать Гарит. На всех ценниках, во всех магазинах до сих пор написано Гараж. Видимо, вот Руслан предположил, у них кончилась лицензия на название Карлсбергская лицензия кончилась, и они стали Балтиковскую мутить вот эту Гаритов. Что значит Гарит? Почему? Ладно. Я взял две. Первое взял, потому что она новая, у них такого вкуса не было, персик-малина. А второе, потому что это мой любимый гараж. Если я какой-то гараж пью, то именно Харт, ну, да, Харт Лемон. Я думал, что они, честно говоря, когда я увидел на обоих бутылках Харт, я думал, что они свернули выпуск вот этих вот детских шалостей за 4,6 градусов, переключились на суровую мужскую восьмерочку, но нет, 4,6 алкоголя и в той, и в той. Давайте начнем с Лемона. Я просто чисто купил, чтобы понять, будет разница какая-то, потому что между Балтикой-семеркой, старой и Балтикой-семеркой, новой, разница огромная. Та же самая история с тройкой. Потом вот новый Туборг, по-моему, Голд они выпустили, очень приличный. Может быть, они что-то с гаражами изменили в рецептуре? Пахнет один в один гаражик лимонненький. Прямо захотелось челку в розовый цвет покрасить. Нет, слушайте, он стал слаще. Он стал слаще и на послевкусие стало больше цедры. Да, он был кислее. Мне так кажется, во всяком случае, что он был кислее. Ну, ладно, детишки любят сладенькое, так что давайте попробуем питч энд строгбери. Не строгбери, о, рапсбери. Нифига он пахнет, я просто открыл крышку, вот Патрик засуетился возле Руслана, «Хозяин, что ты ешь?» Ах, Патрик, знал бы ты, что я сейчас буду пить, ты бы никогда не захотел стать человеком. Пахнет просто зверски сильно. Аромки туда насыпали, и они сок туда льются. Сейчас тебе уже сок три раза. О, сок концентрирован из малины. Ничего себе, ничего себе. Ароматизатор ваниль почему-то. Ароматизаторы пищевые. Сок концентрирован из персика, сок концентрирован из малины. Ладно, возможно, там действительно есть малиновый сок, но его там, я думаю, не очень много. Продышался, стал пахнуть, вообще стал пахнуть каким-то средством для очистки унитаза. Ну, своеобразное. Что они сладкие стали. Они были такими сладкими раньше. Ну, вот это такой совсем... Мечтает ли андроида об электроовцах? Каких-то киберлюдей с вкусным интеллектом напиток. Он такой-то просто, вот знаете, вкус прогресса. Такое ощущение, как будто вообще там ничего с планеты Земля нет. И все это искусно синтезировано, вообще начинается с этикетки и языка, на котором она написана, в каких-то лабораториях Балтии китайных. Ну, правда, вот какой-то вкус совершенно инопланетный. Я, может быть, каким-то там этим киберпанковским задротом и любителям биохакинга это зайдет, но я предпочитаю какие-то более приземленные вещи. Очень странная хрень. Гараж пос... Лимончик стал сладкий. Я его брал всегда с похмелья, потому что похмелья хочется кисленького. Кисленького, и чтобы тебе давление сняло чуть-чуть. И вот Хар Лимон на 100% справлялся с этой задачей. Ну, как с похмелья? Похмелья там не с похмелья. С вечернего, скажем так, когда у тебя уже алкоголь вышел, ты такой... Начаешь подтупливать, подтормаживать, и во рту как-то погаинько. Берешь бутылочку гаражика, шлеп, и можешь спать ложиться. Это как пара хорошела. Душа расправилась. А теперь он сладкий. Ну, что делать? Но... Казах Репаблик. Есть же скриптонитовая жижа. Она сейчас продается в некоторых магазинах. Она кисленькая как раз. Хотя я вчера видел, как сидели три бомжа и пили вот какую-то базу как раз черно-смородину по кругу. Непонятно. Нашли эту бутылку, потому что она дорогая довольно. Либо... Либо это теперь новый напиток бомжей. Все. Что-то я заболтался. Все. Хотел про пиво рассказать. Вместо этого я рассказывал про скриптониты и про бомжей и черт знает про что. Все. Давайте на этом закругляться. Всех люблю, кроме некоторых. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok